Всем привет! Сегодня у нас две машины на покатушке. Это у нас Эрст, короткая Нива. Здесь лифт, такой же как у меня резина МТ, такая же как у меня колеса 16 и делаем давление везде по единице. Кто сейчас вот Эрст травит, я уже справился. У меня уже лепешечки есть по единице. МТ в принципе одинаковые, только у меня 215, у Эрста 205. У меня два самоблока на данный момент. Сзади в это и впереди в это. И занижение 3.07. Клиренс у нас с ним получается одинаковый. Резина в принципе у нас одинаковая. Двигатель у нас одинаковый. Ну разные манеры получаются езды. И что мы хотим? Хотим проехать по полю. Там где я проезжал два дня, но у нас сейчас плюсовая температура, все тает. То есть как видите грязи хватает. То есть под снегом сейчас очень сыро, очень грязно. Проедем по асфальту, там спустимся и посмотрим какой автомобиль будет интереснее ехать. Пятидверка или трехдверка. Всегда так было интересно, был всегда такой спор везде, какая же Нива лучше. Трехдверка или пятидверка. И вот на данный момент мы с вами съездим и посмотрим. Съехали мы с асфальта. Два дня назад буквально я здесь проезжал. Мне нужно проехать, ну я не знаю, метров 300 до асфальта прямо. Я проехал буквально метров 50 и у меня дальше не получилось. Это вот мои следы. Между прочим, в телеграм-канале Нива 007 вот эти вот видео есть. Даже те, которые не выходят на основной канал, я вот скидываю все в телеграм-канал Нива 007. Вот, и тут у меня не получилось до конца проехать. Я развернулся, мы с сыном катались и выехали. А сейчас вот решили попробовать. Снег мокрый, здесь еще на отоптанной. Ну, давайте доедем до той точки, где мне не получилось проехать и посмотрим, как специально пустил Р-101, как он будет бить дорогу. О, я уже утонул. Ого! Меже севой у меня разблокированный, но на пониженной. Вторая пониженная. Дабы, чтобы и коробке было легче. И сцепление, во-первых, у меня новое. Да, вот, все, мы приехали, ребята. Мы приехали. Дальше я не смог проехать. Самому очень интересно. Вот тут я тоже застрял, и мы с сыном здесь вот разворачивались и поехали назад. Ну, здесь сейчас мы будем смотреть, как автомобиль проедет. Снег плотный, смотрите, вот я встал. Вода. Ну, и Эрст у нас поехал. Снег сырой, очень тяжелый. Посмотрим, как у нас Невасик будет ехать. Ну, скажу, намного легче. Снег подсел. Два дня буквально, и снег все подсел. Ветер еще такой сильный. Ну, и, друзья мои, нужно нам проехать метров 300, наверное, по этому снегу. Здесь, вот именно по этому снегу, есть очень большая хитрость. И вот он, пижон в кроссовках, блин, деловой. Че ты, давай выезжай. А куда выезжай? Все. Вот я людям и рассказываю, что здесь нужно именно толкать потихонечку. Чуть быстрее начинаешь толкать. Здесь машина под рычаги набирает снег, и автомобиль, к сожалению, не выезжает. Вот. Это я попробовал буквально недавно. Пробовал вторая пониженная. Снег нагребает. Так вот встаешь и дальше не едешь. Ну, ладно, а что, давай как-то выезжать надо. Сейчас застрял. Сейчас возьмем трос. Потащим его и попробуем мы первые поехать. Я, верно, всего, и заблокировал. Хотел попробовать его слева объехать. А не дает. Выкидывает постоянно в одну полосу. Хотел слева, слева попробовать. Вот, получилось. Первая пониженная. О, как она ее. Стоп. Прям по пороге. Но мы самостоятельно движемся. Да, очень-очень тяжело. Я пока самостоятельно тоже двигаюсь. Ух, как тебе, как в стену, ребята. Я думаю, что вот в этом моменте самоблоки очень хорошо помогают. Вы просто видели, да, что только задние колеса почему-то крутятся. У меня блокируются все колеса. И получается, что у меня вращаются все четыре колеса. Когда они же севой, блокируешь. 3000 оборотов. Правая сторона уходит. Ну что, мы едем? И мне радостно, что мы едем. Отлично. Ладно, разворачиваемся. Едем вот так сквозь. Вот это он сел. Не получается мне его сдернуть даже. Вот это да. Вот сейчас сдал назад, потому что я вот дергаю, дергаю. Бесполезно. Во-первых, здесь такой склон. Тут ямочка. И за кустами видите, сколько снега. То есть нивасик вообще полностью как в стену уперся. Хоть и динамкой дергаем, но тяжеловато. Доделал силовой бампер. То у меня на заводских креплениях было. А теперь и здесь вот. На ушки закрепили. И там идет такой уголок на лонжерон. То есть сейчас безопасно. А то я боялся. Поначалу дергать им. Потому что не было закреплено и до конца. Вот они мягкие шаклы. Это вот от компании Т-Плюс. А вот эти вот мягкие шаклы. Покажу. Вот он. Это у нас Александр и ляжет. 500 рублей всего. Все получилось. Сейчас спускаем его первым. Он говорит, что там глубоко. Конечно, там глубоко. Выбирай траекторию. Потому что там ямка, лощинка. И очень глубоко. Вот будем выбирать. И осталось еще немножко проехать. Пускаем его вперед. У нас получается всего лишь база короче. И нету самоблоков. Ну, смотри, как он неплохо прогрел. Неплохо. На занижение очень прикольно кататься. Вот у меня 3.07 АТВТ. В раздатке именно стоит. Двигатель не нагружаешь. Вон, тысячу едет. Она тебя тянет. Моя автомобиль не глохнет. Потихоньку, спокойненько. Ну и вот я бросил. Ноги он убрал. Смотрите, видите. И она сама. Вот. Видите? Нет. Не трогаю газ. Ничего не делаю. Вот для этого нужно занижение. Ноги убрал. 900 оборотов. Смотрите, 900. По порогам аж чиркает. По порогам 800 оборотов. И я еду. Что значит, занижение я. Есть возможность. Ставьте, ставьте. Эта вещь вообще классная. Вот для этих вещей нужно и по такому снегу. Хотя у нас с ним одинаковое давление. Одинаковая резина у нас с ним. И у меня автомобиль едет. Мне кажется, если я даже выйду, он сам будет ехать. Ну, мне всегда почему-то страшно. Такие моменты. Чего-нибудь дверь закрывается и будет ехать куда-нибудь упрется, в конце концов. Вот. Ну ладно, что? Надо вытаскивать, ехать заново. Там глубоко. Там, да. На первый нормально, на второй все быстро. Надо потихонечку набивать, набивать. Тут быстро не поедешь. Быстро, да. Многие говорят, для чего на Ниве делают лифт. Если заднее яблоко, но на заднем мосту никак не поднимается. Я скажу так, по своему опыту. Даже когда у вас перед поднятой, то есть рычаги, видите, вот так стоят. Здесь уже проходит больше. Единственное, цепляется яблоко. Но уже рычагами не цепляется. Единственное, только яблоко. За счет этого проходимость поинтереснее. Конечно, можно поставить тапочки. В моем случае побольше. Но мне пока этого не хочется. Потому что смотрю на других. Кто ставит больше колеса, у них не выдерживает полуося. Решено, что первым буду бить дорогу я. Видите, как правая сторона проваливается? Все, все, все четыре. Вот здесь я хотел на второй переключиться. Береже честно, и газ в баланс дал, и на крыльях. Ланхлы быстро дают, и утонуло. Да. Думал, вроде едет на первой. А ведь вторая сразу утонула. Так, чуть-чуть нам. О, тронулись. Все, отлично. Нам прям надо было метр. Все, мы накатали. Да, вот, видишь, здесь как получилось? Правая сторона просто провалилась. Внизу вода, лед. Ну да, если бы спереда подкопать. Ну ладно, поехали дальше. Еще раз говорит о том, что по мокрому снегу торопиться хотел сказать, не нужно. И я провалился. Правая сторона. Короче, здесь перемета, смотрите, какие. Очень проблематично. Рельеф, как бы дорога вот так вот она. В моем случае, конечно, даже если я буду один ехать, у меня есть и цепи, я могу одеть цепи. В крайнем случае, у меня есть лебедка, есть у меня колышки. Я, даже если в поле негде мне зацепиться будет, есть специальные колышки от компании Т-Плюс. Вбиваешь их, там специальный такой ремень, лебедка цепляется и спокойно себя вытаскиваешь. О, смотрите, слева перемет хороший. Как вот ветер дует. И мы сейчас с вами идем на подъем. Ну, торопиться не будем. Опять торопиться не будем. Потихонечку. Вот так вот. Все, прям уперлись. Назад. Мокрость некая. Уже не шутки, ребята. Тебе, понятно, что я Здесь точно нет. Продолжение следует... Главное выехать на пылью. 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 На травленные МТХ. На самоблоках. Как едет автомобиль. Можно сказать стоковый автомобиль. Но лифтованный. Хотя тоже на такой же резине. На МТХ. Резинцу. Вам решать наверное. Чтобы вы написали. Подсказали. Есть смысл подготавливать машину. Нет смысла подготавливать машину. Да конечно было бы интересно. Для сравнения еще бы. Вообще бы стоковый автомобиль. Но. По стоковому автомобилю. Как бы я сказал. Он ниже. Он бы рычагами цеплялся бы. Здесь у нас по Клиренсу. Два одинаковых автомобиля. Понимаете. Вот. И. В принципе едем. Самостоятельно почти. И для вас. И себе. Как говорится. Практика и урок. Как нужно ездить. Ну как ты считаешь. Доработки автомобиля. Делать надо. Но по крайней мере. В моем случае. Это как самоблоки. Со стороны. Видно. Не видно. Работа самоблоков. Как считаешь. Я считаю. Да. Хорошая работа. Тульца четыре. Здесь тульца два. Да. Ты даже когда первый раз забуксовал. У тебя только жопа крутилась. Да. А перед вообще стоял. Вот. То есть вон. Как бы толкаться. Ему легче. Двумя колесами. Или четырьмя. То есть зацеп как бы. Будет интереснее. А так у нас с тобой. В принципе автомобили. По высоте. По резине. Все полностью одинаковые. Проехали маршрут. В принципе интересно. Практики. Я думаю. Каждый набил для себя. Что торопиться. По мокрому снегу не нужно. Нужно потихонечку. Потихонечку. Накатывать. Все. Отвязываемся. И по домам. Да. Все ребята. Будьте здоровы. Пишите комментарии. Что хотел добавить. Вот мы сейчас. Последние метров двести. Ехали с цепки. То есть. На тросу. Сначала он меня выдернул. Я говорю. Давай не будем отцепляться. И вот. В цепочке едем. Я набиваю. Он тоже смотрит. Чтобы. Как бы. И в натяжку не было. Видите что я подстел. У меня раз. Сдернул. Все дальше. Вот подстел. Я его дернул. В цепке. Двумя машинами. Вот в такой ситуации. Едет. Вообще тема.